Так, ребята недавно вернулись с премьерой первых трёх эпизодов сезона 4 и, безусловно, было радостно видеть их снова на экранах. Подтверждение того, что это предпоследний сезон, придало большее значение каждому эпизоду, так как мы знаем, что финал близок. В этих первых трёх эпизодах нас знакомят с новой супер, какой мы раньше не видели. Это была Джессика Брэдли, также известна как Сестра Сейдж. В ней было много тайн, но в то же время какое-то чувство знакомства для некоторых других суперов, как, например, A-Train, поэтому я решил немного покопаться и объяснить всё, что только можно узнать о персонаже. Итак, начнём. Вот обзор Сестры Сейдж сезона 4 в «Пацанах». Просто чтобы вы знали, в этом видео будут спойлеры. Детство Сестры Сейдж. Как и у многих суперов, у Сестры Сейдж силы появились после согласия родителей работать с Вордом, который ввёл в соединение сразу после рождения. Это дало ей силы и способности, центром которых является её ум. Она самый умный человек на планете. В юности была частью команды подростков-супергероев под названием Teenage Kicks, который руководил Ворд. A-Train тоже состоял в этой группе, когда был молод, и именно здесь началось его знакомство с ней. Однако сказано, что она была в составе всего около года и решила уйти. В состав Teenage Kicks, помимо Сестры Сейдж и A-Train, также входили Большая Игра, Лидер, Шаутаут, о котором мы слышали, но никогда его не видели, и Гиперион, коротко появившийся в последнем сезоне, когда Эшли искала. Новые Суи, которые могут вступить в Семерку. Попкла, с которой, как видно, были отношения с A-Train, но она теперь мёртва. А также Мессма, которая тоже мёртва. Мало что известно о детстве сестры Сейдж, её семье и отношениях с ними. Квартира, в которой она жила при первой встрече с Хоумлендером, не содержала никаких фотографий или подобного. Там были только книги. Можно предположить, что она больше не так близка к ним. Возможно, она обижается на них за обременение ей её силами. Увидеть, что она делала с собой в конце третьего эпизода ради расслабления, как нормальный человек, держать в себе все эти знания должно быть больно, затем делать это для расслабления. Поэтому у неё может быть глубокое чувство обиды на свою семью. В первой серии сезона 4 видели из Польс. Глава Силы, сестры Сейдж, которую я не предполагала. Её глава Сила, сверхчеловечь. Интеллект, делая её умнейш. На земле. Обладая способностью знать много, она мож. Это использовать. Например, она предугадывает поведение людей. Знает, о чём они думают, основываясь на их действиях, и умеет манипулировать. Знание — это сила в этом контексте, буквально. Позволяет ей вести разговоры, как не могут другие. Она говорит с Хоумлендером так, как раньше никто, ведь она чуть ли не предсказывает его поступки. Поэтому её сила кажется невероятно выгодной. Это сила с большим количеством наступления, чего я не ожидал. Более того, есть две другие навыки, которыми обладают многие супы. После появления в их системе соединения Ви, это регенеративное исцеление. Многие супы обладают способностью быстрее исцелять себя, что можно обнаружить в сестре-мудрец. Плюс у неё также есть несколько улучшенная слуха, что позволяет ей слышать на более высоких частотах и шумах, на которые не могут реагировать обычные люди. В целом, на бумаге её способности не так впечатляющие, но при применении на практике они действительно зрелищны. И несмотря на то, что она не приходится бить или наносить кому-то физический урон, сама по себе, она по сути просто сидит и наблюдает за развитием игры, благодаря принятым ею решениям. Несмотря на множество сильных сторон сестры Сейдж, у неё есть слабости. Она слышит более высокие частоты. Правильная частота шума может сделать её беспомощной, что позволяет атаковать. У неё нет повышенной прочности, как у многих супов. Она подвержена тем же атакам, что и обычный человек. Лёгкий способ победить её – использовать высокую частоту и атаковать, поскольку она не сможет защититься, если только не предвидит. Мы видели, как в третьем эпизоде сестра Сейдж лоботомировала себя. Это было большим сюрпризом и непредсказуемым поворотом. Для тех, кто не знает, лоботомия – это хирургическое лечение, внедрение разрывов в префронтальной коре мозга, что делает кого-то менее уязвимым. В эпизоде не было выяснено, почему сестра Сейдж так поступила с собой. Это был последний раз, когда мы видели её перед завершением эпизода, но я думаю, что может быть пара разных причин для этого. Во-первых, из-за огромного количества знаний и умственных способностей, которыми она обладает для использования в повседневной жизни, для того, чтобы просто делать обычные человеческие вещи, такие как расслабиться, посмотреть-посмотреть фильм и съесть еду на вынос, она должна выполнить процедуру на себе, в противном случае она может не уметь должным образом расслабляться. Это похоже на другую личность персонажа. В данном случае она не использует свои силы, потому что, я полагаю, она использует свои силы 24 часа в сутки 7 дней в неделю, и её разум должно быть находится в напряжении. Но, сделав это, она, возможно, сможет стать Джессикой Брэдли. Тот факт, что она обладает силой, которая позволяет ей исцеляться быстрее, чем большинство людей, вероятно, означает, что это не такой длительный эффект, и он временный. Ещё одна причина, по которой она могла в конечном итоге сделать это, заключается в том, что она видела, как Хоумлендер сделал Санникой без всякой причины. Я думаю, что это менее вероятно, но я видел пару теорий по этому поводу. У сестры Сейдж не так много опыта в мире супов. Она, очевидно, была в подростковом возрасте, но она была в нём недолго. И потом, помимо этого, кажется, что она просто предпочитает жить своей жизнью в одиночестве, читать и учиться. Таким образом, она, возможно, не подвергалась такому уровню жестокости и смерти в течение некоторого времени, и лоботомия, возможно, это был её способ просто попытаться забыть о том, что она пила. Тем не менее, в данный момент она не так уж плохо отреагировала на это, а также организовала убийство Хоумлендера 3. Так что я думаю, что она, вероятно, довольно невосприимчива к убийствам. Так что это заставляет меня больше склоняться к первому варианту, когда она делает это, чтобы она могла расслабиться и почувствовать себя нормально какое-то время. Её неприязнь к обычным людям. Одно из того, что выделилось в сестре Сейдж – её неприязнь к обычным людям. Это было немного похоже на движение за превосходство супа Хоумлендера, но более тонкое и проскользнувшее в разговор. Основное время, когда мы видели это – когда она была с бездной и сказала ему, что он не должен был позволять Эшли говорить с ним так, как она говорила, в основном потому, что он был ей превосходен. И то, что она сказала, действительно оказало долгосрочное влияние, ведь бездна больше не поддавался давлению Эшли. Кроме того, сестра Сейдж взяла на себя роль генерального директора Форд от Эшли, и она была рада. Убийства обычных людей, которые она устроила, также показали, что не было сочувствия к их смерти, даже если они поддерживали дело Хоумлендера. Сестра Сейдж – человек сильной воли, и генетическое превосходство, которое она чувствует по отношению к обычным людям, реально передается через экран, и это главная черта ее личности. Как можете видеть в трех эпизодах, пока мы уже узнали довольно много о персонаже сестры Сейдж. Я чувствую, что она будет играть важную роль в развитии сюжета четвертого сезона, потому что на самом деле она обладает большой властью. Она подсказывает Хоумлендеру, что делать прямо сейчас, и она может предсказывать его поведение и движение, чего никто никогда не мог сделать раньше. Так что я думаю, не будет ли у нее какой-нибудь скрытый мотив. Я думаю, в нескольких следующих эпизодах мы увидим, какой важный персонаж, и я с нетерпением жду, куда она пойдет. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!